Дарова всем почёные, кент АПК на проводе и прямо сегодня хотел бы вам рассказать про одну очень забавную ситуацию, в которой меня обманули на 1 миллион голды. Прямо сначала от данного ролика, пожалуйста, влепите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Я думаю, многие из вас в курсе, что меня обманули на АВМ Трэшер Хантер, но то, что было дальше, никто не знает, кроме меня. Ну и прямо сейчас я вам всё это расскажу. Ну что же, давайте по порядку, как вообще вся эта история началась. Всё, ребятки, дело пошло ещё буквально пару месяцев назад. Тогда мне впервые написал кент АПК, ну то есть я, да, ну то есть мой фейк, да, так будет вернее. Мой фейк пишет, илюха ты нуб, илюха ты тварь, илюха ты кидок, илюха ты, ну и куча разных оскорблений. И он писал это на протяжении трёх месяцев. Ну и на протяжении этого всего времени мой фейк мне постоянно угрожал. Говорил, что есть какие-то пруфы, постоянно меня оскорблял, обзывал нубом, говорил, что я какой-то кидок, я вообще не понимаю, к чему он это вёл, ну и так далее. Ну и у меня, ребятки, просто элементарно с этого сгорело. Я говорю так, собирай свою банду, давай, пять на пять, как мужики, решим все вопросы, потому что ты надоел нас оскорблять, обзывать нубами, меня в том числе и так далее. Я говорю, пришёл судный день, пришло время ответить за свои слова. Вот, этот стрим, стрим называется, этот клан пообещал нас унизить. Ники у противников были такие, кент-раб, киборги-рабы, кент-нув, тик-так-истерички, ну и так далее. Просто не пытались нас всячески задеть. Но, естественно, у них ничего не получилось, потому что в итоге вышло вот это. Мы их выиграли 10-0. Потом мы пошли в дискорд, он извинился, сказал, типа, кентуха, я был неправ, я просто так писал, чтобы привлечь твоё внимание. Я сам по себе человек, довольно-таки добрый, и если меня оскорбляют, но потом человек признаётся в вину, я не обижаюсь. Если вы, конечно, не фермер. Тем более понимают, что это всего лишь дети. Он передо мной извинился, и мы с ним начали кое-как понемножку даже общаться. Он что-то у меня спрашивал, я ему что-то отвечал, он там предлагал идеи для видео, он просил меня связывать его с разными кланами. Ну, в общем, начали кое-как плюс-минус общаться. Но всё это было до поры до времени, пока он мне не написал, кентуха, я выбил АВМ Трэшер Хантер. И он говорит, в принципе, он мне особо не нужен, давай сыграем кланы-войны, потому что мы хотим взять реванш. Ну, ребятки, ну согласитесь, каждый из вас в такой ситуации он бы согласился бы себя. Ну как, ну на халяву АВМ Трэшер Хантер предлагает парень, тем более, вы с ним более-менее нормально общаетесь, и вы почти уверены, что он вас не обманет. Далее он мне кидает различные пруфы, вот такие вот скриншоты, разные сообщения и тому подобное. Далее мы обратно с ним пошли в Дискорд, я спросил, тебе ли не жалко, он говорит, да нет, ничего не жалко. Мы с ним договорились о дате, о времени и пошли играть клановые войны. Далее у вас поступит вопрос, догадывался ли я, что, возможно, меня обманут. Честно говоря, догадывался, но я так подумал, ну, во-первых, смысл им обманывать, а во-вторых, это будет контент. Поэтому, поехали, поехали, поехали. Ну, а вот мы и приехали, потому что мы их выиграли две катки. Мы играли в бо-3, и первую катку мы забрали, вторую катку тоже. Хоть во второй катке он вообще кикнул весь свой клан, оставил себя и набрал четверых левых чуваков, вообще левых. Они играли гораздо лучше, но мы их все равно выиграли. В итоге, как все и думали, я уже тоже начал тоже так думать, нас просто опрокинули. То есть, приз, который мы выиграли, АВМ Трэшн Хантер, который стоит, по идее, миллион голды, да, ну, можно его продать за миллион голды, нету, у них ничего нету. И, получается, нас просто обманули. Ну, и, конечно, у меня все это просто сгорело, и я отреагировал прям очень эмоционально, ну, прям очень, просто послушайте это. И он мне говорит! Ну, и после этого у меня еще горело минут так 10, минут 10 это точно, потому что я, ребятки, бомбил просто не то слово, потому что у меня подгорало, меня обманули и так далее. И, конечно, это неприятно. Ну, а со второй стороны, я же ничего не потерял, правильно? Я же ничего не потерял, я же ни копейки не вложил. Но я вызвал волну хейта на этого парнишу. Да, он обманул, но, тем не менее, я же ничего не вкладывал, я сведения не потратил, я сделал контент. Ну, и, в принципе, это было вполне лоище, надо было как-то его попросить, чтобы он показал пруфы, чтобы он поставил на рынок или еще что-то. Но я ничего этого не сделал. И к чему же я вообще все это веду и зачем я снимал данное видео? После всего этого конфликта мы пошли с ним в дискорд, и он прям очень сильно расстроен и говорит Блин, Кент, ну я хотел просто пошутить, но, Кент, извини, я хотел пранкануть тебя. И он просто насколько расстроен был. И, честно говоря, мне прям стало как-то стыдно в свое поведение, то, что я так сильно бомбил и так далее. Потому что, ну, по сути, это обычный ребенок. И он решил обмануть меня, но это же дети, надо это тоже понимать. Мне постоянно пишут, Кент, я тебя солью обнову. Кент, я там не знаю, какой-то тестер игры и так далее. Надо просто отсеивать всех этих школотестеров и не попадаться на такие уловки. И как бы это странно не было, и как бы странно это не звучало, хоть меня обманули на миллион голды, но я реально извиняюсь за то, что я так бурно отреагировал. Потому что, честно говоря, где-то глубоко под сознанием я надеялся, что мне отдадут это в EmptorHunter. Мой клан тоже надеялся. Но в итоге нас просто обманули. Поэтому я реально извиняюсь, потому что, ну, не стоило так бурно реагировать. Да, это обидно, да, это неприятно. Но, тем не менее, это дети, надо это тоже понимать. После этого стрима, который я провел, там, где мы его выиграли, весь его клан просто ливнул. То есть он уже и так получил по заслугам. И мне действительно стало парнишу просто жалко. И я решил сделать это видео не с целью, чтобы набрать просмотры, а с целью того, чтобы отозвать от него хейт. Хочу наоборот сказать. Лучше подпишитесь в его клан. И сейчас будет просто бесплатная, непроплаченная реклама. Мне ни копейки за это никто ничего не платил. Вот, ребятки, его группа. Я сам в нее подпишусь. Тоже вступайте. Вот такая вот вышла история. Я решил сделать контент. Плюс думаю, возможно, мало ли еще под заработок голды. Но в итоге все это превратилось в то, что Кенте ПК извиняется перед тем, кто его обманул. Короче, ребятки, мотив этого видео такого. Просто будьте добрее. С вами был ваш Кенте ПК. Пожалуйста, ребятки, поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. Напишите любой хороший комментарий. Также нажимайте на колокольчик. С вами был Кентуха. Всем удачи. Всем пока.